Девушки отдыхают 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 Так, ну-ка, 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 о, да, нормас. О, сейчас мы, сейчас, ребят, буквально, еще секундочку я отвлекусь. Лол. Куда делась? О. Так, ну-ка. О. Хы. Так, отлично. Ну, в общем, я все-таки начал юзать твиттер, и поэтому решил там тоже отпостить, а то, что у нас будет идти стримчик. Раз уж все юзают твиттер, что я, блин, буду использовать и контакт, и твиттер. И, ребят, чтобы быть в курсе событий на стриме, которые я комментирую, да, просто в контакте и в твиттере можете следить. Теперь я буду еще и в твиттер постить обязательно, и туда, и туда, то есть это будет копипест. Туда, и туда. Так, ну и возвращаемся обратно к Банапикам. Видим Магнуса у ребят из MVP. Добрали они довольно агрессивного героя, который может забафать Эмбер Спирита и превратить его просто в машину. В машину для, я не знаю, это уже не убийство, а для изничтожения, испепеления. Это будет что-то нереально жесткое, если Эмбер Спирит купит себе 2 БФа. И, знаете, даже так, Эмбер Спириту в принципе не обязательно покупать 2 БФа. Ему хватит 1 БФа и далее просто тупо дейдалусы какие-то под бафом Магнуса он развалит только в путь. РРК, как я уже и говорил, очень жадный пик. Я в такие пики не верю. Особенно если против такого пика... Сейчас я микрофон... Если против такого пика взята агрессия, то тем более. Ласт пиком забирает Шейкера, что тоже довольно... Довольно сильно картину происходящего не меняет. И это, по-моему, провал такой небольшой. Я не знаю, вот как они будут действовать по игре. Может быть, опять же, РРК очень сильный и я просто не знаю, кто это такие. Но пока что я вижу их пик и понимаю, что парни немного не осознают, что их ждет. Отлично. Так, ну и товарищ Коала будет у нас играть на Воиде Бубу. Ancient Operation Shaker от Гиена. Гиена, я так понимаю. Х1 на Думбрингере и на Бэтрайдере на Фаре. MVP. Фореф. Ember Spirit. Хен на Бэйне. QO. Магнус. Рейсон на Джакира и Марч. Мирана. Кстати, у него какой-то сет, который я первый раз вижу. Какой-то такой себе сет. Ну, сразу как бы в глаза бросается, конечно, этот сет. Arrow. Но, понятное дело, что Nightmare Arrow скомбинить уже давным-давно, ну, не получается, потому что раньше вот почему-то ума не хватало у дотеров переагрить на себя Nightmare. Ведь вроде очевидная штука, правда? Что сложного? Но относительно недавно начали этим заниматься. И вот как бы удивляешься иной раз, почему самое простое решение контры, вот казалось бы, такой жесткой комбинации приходит так поздно. Что-то, скажем, пополам навел на хосту. Сломал ее все-таки. Ну, нельзя сказать, что Бэйну эта хоста была очень нужна. Разве что в мид прийти продамажить там товарища Дума. У него ноль армора, а у Бэйна 60 тычка. Там плюха ого-го какая. Сейчас мы посмотрим на Эмбер Спирита от MVP, учитывая, что там еще Магнус есть. Этот Эмбер Спирит должен прям зажигать в этой карте. Так, у нас начинается драка, фисуркой подцепили Джакира. Джакира живет, Бэйн без маны. И оба саппорта, кстати, оба саппорта очень плотные. Джакира имеет много хп, у него 644 хп. У Бэйна 4 армора. Поэтому здесь трипла довольно плотная. Но при этом чуть не убили Джакира. Как раз таки. Два милишника и один рейнджевик. Не супер приятная расстановка. Точнее, не супер приятные расклады. Тумбрингер уже себе что-то несет. Это Боттл. На топе мы видим Батрайдер. Опа, пошел под фаерфлайм. Жуть, ой-ой-ой, как больно-то, а. Не рассчитал кто-то свои хп. Еще буквально тычку нужно сделать. И он это делает. Это хп. Вот так вот. Батрайдер на топе. Начинает доминировать. И нужна какая-то помощь. Потому что этот Батрайдер, если сейчас будет делать все грамотно, ему нужен какой-то бутыль или что-то, чем можно восстановить хп. Ну и ману желательно тоже восстановить. И он будет дальше просто-напросто давить. Снизу. Фурманшилды всякие. Тут что тут? Ничего. Тут тапочек. Магнусянский пошел на топ за руной. Невизец. Это у нас что-то такое. Оу-оу-оу. Снизу у нас началась драка. Блин, какая же шикарная фиссура. Это же из-за этого сета, правильно? Да, фиссура так меняется. Вид изменяется. Она офигенная. Прям-прям-прям шикарно смотрится. Ничего не скажешь. Так, ну и 2-0. Пока РРК впереди. Ну, первый фраг был сделан Батрайдером. Как по мне, это ошибка Эмбар Спирита. Нечего настолько сильно масла на себя давать стакать. Нужно всегда вовремя отойти и сбросить их с себя. Потому что вот, если у тебя нет ультимейта, по-другому ты от Батрайдера не уйдешь. Во всяком случае, если ты Эмбар Спирит. Бам. Либо связочку надо оставлять всегда на то, чтобы... Привязал, убежал. Так, их смотрим на графике. 1000 голды, почти 1000 икспы. Нормально так вырываются вперед. Скромный, умный, красивый. Ну да, да, да. Про меня написано. Это я, это я. Кто фавориты все? Ну, говорят, что Arrow Gaming фавориты все. Я пока еще не комментировал игру этой команды. Но все впереди. Ого. Вам слышно, как пылесосят? Хотя, я думаю, это очень быстро пройдет. Ого. Ого. Да, закрыли дверь. Но все равно слышно. Надеюсь, быстро пылесосят. Или вам, кстати, вполне вероятно, что даже не слышно. Опа, встретились. Мирана с аппаратом. Шейкер рядом. Бам, фисурку. Мирана с липом, что ее бить? Ну, с другой стороны, а что ее не бить, правильно? Пусть получает по лицу. Сейчас будет полчаса сналить своих АП с тангусов. А Воид в это время фрифармит. По факту, MVP на этой линии не могут загнобить. Я не знаю почему, но они не могут загнобить. Джакиры с ликвид фаером, все как надо. В чем проблема? Почему они Воида не загнобили? Фибл. Мирану тоже загнобить не удается. Она фармит. Но Воид... Воид также в шоколаде. Да, пугает, пугает своими прыжками. Понятное дело, что с таким демеджем прыгать, особенно под Тауэр, смысла вообще нет. У тебя 17 урона. Как он сейчас будет ласт хитить, я не знаю. У Бейна еще мана есть. Да, у него еще есть на один инфибл мана. Правда, вот предыдущий инфибл он точно зря заюзал. Дума забирают. Сейчас будет шок вейв. Нужно главное попасть. Отхиливается с фласки. Этот шок вейв он не убивает. Сетка. И... Оба разбегаются. Оба живы. Дума уже принес себе боттл. И здесь также переполз боттл. Шейкера. Так, дум повесили. Есть еще и левел дэс. Ба, хоть левел дэс это килл. Это стопроцентный килл. Шейкер молодец. Шейкер в этой игре показывает себя с наилучшей стороны. Постоянно там, где нужно. Жакира. Жакира. Китфайр. Ну вот еще бы тычечку сделать. Даже тычечки бы не хватило. Живет. Слушайте, какой же он этот товарищ Дон. Везучий. Старшторм. Опарэйшн выгоняет Мирану. Я не понимаю, как она вообще тут каждый раз оказывается. И почему она вечно воюет против аппарата в лесу. А на лайне ему стоять не по кайфу. Как-то странновато себя немного ведет. Или стаков масел. 5 стаков масел. Ну теперь-то есть прыжок. Поэтому. Опа. А он заюзает его сможет? Ой-ой-ой-ой. Сгорел. А почему ты не юзал, братюня? Есть же у тебя один ремнон. Почему он его не закинул и не прыгнул на него? Я не знаю. В общем, какой-то бред творит Эмбер Спирит. Очень слабенький Эмбер. Прям очень слабенький. Батрайдер. Мансует, мансует. Заморозка. Попадет? Попадает. Попадает заморозка. Но здесь, в принципе, больше и бежать было некуда. Поэтому промахнуться было практически нереально. Думбрингер призывает на свою сторону скелетов. Армия тьмы отправляется. Пока непонятно, когда отправляется. В мид пошли. Аркан бутсы у Магнуса. Теперь я Думбрингеру вообще не завидую. Раньше ему хватало буты обузить. А теперь ВХП точно за бутыля хватать не будет. Потому что там очень частые будут шок-вейвы. Батрайдер опять идет в бой. Ну, такое. Чисто крипов поубивать не особо повоюешь. Ну, у Войда появилась Хроносфера. Правда, по-прежнему нет дэмэджа. 26 крипов. В принципе, крипстат хороший. Учитывая, что в отличие от Амбер Спирит, он ни разу не умирал. У него в порядке. Все должно быть с деньгами. Фейзы появились у Дума. Продолжает обузить Поттл. Здесь у нас в Аркангутсе и также обузится бутыль. Шейкер. Скоро будет вана. У Дума есть ульт. И как только подставится Магнус, Думбрингер его сразу схватит. Руну контролит. Встал прямо на нее, чтобы вообще никак нельзя было навести. Встретя на эту руну реально невозможно навести. Опа, фиссура. Ох, 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 ох. Поймал кто-то Ару. И опять Батрайдер нападает на Амбер Спирита. Но в этот-то раз ты уйдешь же ведь. Ну, уйдешь. Да, понимает, это тоже Батрайдер. И не стал преследовать. Хотя, учитывая, насколько наркоман этот Амбер Спирит, я бы не удивился, если бы он опять ничего не заюзал и умер бы. Типа, а нафиг надо? Ну, тут Магнусян себе. Уже потихоньку Даггер начинает фармить. Арканы Боттл есть. Как-то пора. Пора идти к Даггеру. У воидами Дас вырисовывается. Нападают. Ну, хватит ли урона? Лик точно будет заюзан? Нет. Слушайте, даже, даже, даже. Даже, даже. Фиссура там была еще заюзана. Не так, казалось бы, по таймингу. Но, походу, тайминг был там настолько суровый, что ого-го. Разорвало. Слышно, как пылесос хреначит, да? Я сейчас смотрю, комментарии читаю. Бэтрайдер на топе. Прилетает Светамирана. Прыжок. Старшторм. Аро. Привязали. И, посмотрите, у них не хватает дамага, чтобы убить одного бэтрайдера. Посмотрите, что вытворяют. Он в соло убивает или нет? Должен убить. По идее, должен одну тычку еще сделать. Получается, да. Охренеть. Напали. Ну, пятого левела Мирана, судя по всему, немного не хватает урона, чтобы взять одного бэтрайдера. Одного бэтрайдера. Вдвоем не смогли убить. О, теперь бэтрайдера... На, ну, у него левел. Его же там нормально профидели. У него левел высокий. Забирает Магнус Тауэр. Полтора ксеря голды. Бэтрайдер имеет возможность сейчас купить себе дагерочек. Буквально там, через секунду, буквально. Буквально, буквально. У Дума потихонечку делается мека. Пока и правда потихонечку. Нетворс Дума... Где он вообще? А, 3800. Ну, у него меньше Нетворс, чем у Магнуса. Это не есть хорошо. Потому что он все-таки Думбрингер, который поедает крипов. Причем он промаксил этот скилл. И все равно отстает от Магнусяна. Это не есть хорошо. Ну, Ancient Operation. Тапочек, стики. А что еще надо для счастья? Саппорту. Что-то у меня голова перестает соображать. Что это за хрень? Что это за хрень? Эмбер Спирит. Полетел в лес фармить. Ну, с Макшиным щитом. Не часто можно по последним метам. Обычно первый и второй максится. А щит так. Потом. Щит, конечно, тоже важная штука. Но Эмбером в основном играет через убиватора. Но этот Эмбер Спирит больше пассивный. Купил, конечно, Аркан Буцзи. Что довольно странно. Учитывая то, что он как раз-таки пассивный. Не особо нападает. Обычно покупаются какие-то барабаны. ПТ или Фейзы. Ну, нет, какой ПТ. Фейзы, конечно же. Барабаны Фейзы и пошел в бой. Искать там, убивать. Тут пока ничего подобного нет. Отправляет Ремнант. Улетает на базу. Восстанавливается. Тут у нас делается туча стаков. Которые фармить сможет Эмбер Спирит. Особенно под бафом Магнуса. На ура. Войт тащит Медас. Двенадцатая минута. Или что это? Нет, это Майл Шторм. Это не Медас. Это Майл Шторм. Что тоже довольно интересно. И смотрите-ка. Как это... Не странно, но... Принес Медас и первый удар... Принес... Боже мой, Майл Шторм. И первый удар с него сразу срабатывает молния. Это знак. Знак, что все будут наказаны. Вчера в Киеве такая молния была жесткая. Я сидел офигевал. Я был дома. И это было что-то невероятное. Я вышел на балкон, чтобы закрыть окна. И думал, сейчас меня тут шиндарахнет. Так, нападение. Ну, уходит. Ну, тяжело, конечно, убить Эмбер Спирит. Если он успевает подрубить щит, то дальше уже бить вариантов. И Шейкер тоже платится за этот провальный ганг. Да. Ну, надежда только на то, что не сможет нажать Флэйм Гуард. Если бы он его не успел поражать, то там можно было бы кильнуть. А так, без шансов. Пятьсот Мэджик Дэмэджа абсорбит. Считай, его там полчаса будешь убивать под ним. ПТ себе потихонечку фармит. 1-2. Марч пока себя по игре найти не может. Он то дерется с каким-то аппаратом, то вот его убивают через хроносферу, то он сам нападает на Бэтрайдера и фидит ему. Вот как-то вот что-то не так в доту надо играть, конечно же. Думбрингер. Пошел, глянул руну, а ее нет. А Магнус? Магнус забирает. Регенерация. И самая крутая руна, учитывая, что у него и арканы, и сам боттл. То есть восстановить свою хп и бану он всегда может. А вот. Какая-нибудь хаста инвиз. Были бы поприятней. Будут ли они эту Каалу гангать? Чего он фармит-то? Сколько он еще будет фармить? Вот Войд, который фрифармит, это нехорошо. Уже сделал себе ПТ. Нетфорс у него, ну, почти 5000. Эмбер спирит 5700. Эмбер пока пошустрей. Так. У нас опять пылесос. В эфире. И вот ждут, пока будет нападение на Войда, но на Войда нападения нет. Посмотрите на Магнуса. Боже мой! Как жестко! Полетел Айс Бласт, но вытягивает Магнус с себя и всех тиммейтов, грубо говоря, из этого Айс Бласта. Отваливается Эмбер спирит. Магнус еле живой. Магнуса тоже по идее должны убить. Магнус убегает. Все-таки Джакира встрял. Джакира дает заморозку. Вытянули Бэйна. Бэйн, брэйн сап. Повесил инфибл. А вот этот инфибл... А, это он не на нем, а на кого он инфибл вообще повесил? Обалдеть. Я вообще не особо понимаю, что происходит, но каким-то образом Магнус, который заюзал во всю вражескую команду РП, в итоге пользы принес ноль. Это да. Еще один минус. Я сейчас, честно говоря, я даже не знаю, как это комментировать. Может быть, Магнус просто немного поторопился. Может быть, надо было чуть-чуть буквально подождать, а уж потом тащить. Я вообще подумал, Айс Бласт летит в тех, кого цапнул Магнус, но... Блин, аппарат-то не за ту команду шпилит. Короче, непонятно. Но файт такой себе получился. 10-8. Пока MVP не особо хорошо проводит свои файты. Эмбер Спирит уже почти с БФом. И как только у него появится БФ, тогда уже более будет такая приятная дота. Потому что тогда Магнус, если бахнет такую же ульту, которую он сейчас выдал, легко можно будет просто пойти и дать туда пару фистов и закончить файт именно вот этими двумя фистами. Так, Тумбрингер. Дает вижен, говорит, ребята. Гвардец надо ломать. Отлично. На топе будет. Маску взял. И уже Мом, что ли, тащит? Да. Уже тащит Мом. Ну, дешевые айтемы, понятное дело. И вроде смотришь, у него запак уже довольно жесткий. Прыгает Батрайдер, вытягивает под Айс Бласт. Долетает он. Хроносферу по двоим бахнет. Ну вот что ж ты, братюня, то жалеешь. Ай-яй-яй, какая ошибка. Ну и сейчас Хроносфера вязается для того, чтобы засейвиться. Файрфлай жжет. Очень неприятно. Батрайдер уходит с даггера. И ТП аут. Войт тоже уходит с ТП. А поставил бы он Хроносферу, можно было бы сделать килл и потом уйти точно так же с ТП. Но в целом неплохо получилось. Все-таки там РП было потрачено в ответ. Пошел фармить Эмбер. Такая, обмен ошибками. Как от одних, так и от других. Пока еще тщеловато Эмберу фармить. Сейчас у Магнуса должен быть уже, да, на два раза даже изучен Эмпауэр. То есть Эмбер скоро. Уже в принципе, даже сейчас Эмбер жарить будет. Ого-го, как больно. Ду. Ду. Нет, не повесит. Сразу ТП. Не церемонится прям моментально. Лишится баф. О-о-о. Во. Дамага вообще найс. И сплэш очень тихий. Бам-бам-бам. И с руки давай уже добивать. Два дракона, что очень круто. А нет, дайте им дракон. Я говорю, у меня плющит что-то. Меня что-то плющит. Все, добирает. Этих крипов. 2000 голды. Как по мне, ему надо сейчас сразу рашить кристаллис. Но он решил сделать себе еще один бф. Ну. Лишнее. Ну, реально, вот этот сплэш, он лишний. Ему и так достаточно. Нужно демоджа. Притаранили. Надо связывать. Эмбер спирит закинул своего ремнанта. Но Эмбер спирит очень побитый. И надо возвращаться как можно скорее. Он там хилится или нет. У него нет телепорта. Он юсует его. Он подрубил просто щит. И продолжает здесь находиться. Убегать не хочет. Напали, опять же, сами MVP. И в итоге потеряли свою мирану. Как так походит? Каждый раз непонятно. Бэйн юзает ультимейт. Оперейшн колдфиты потратил. И нечем сбить в итоге ультимейт Бэйну. Фиссура довольно хорошая. Двоих минусует. Отваливается Бэтрайдер. Думбрингер ничего нет. Драться, в общем-то, и нечем. Все было потрачено. Но отъехал Бэтрайдер Шейкер. Здесь отъехал Амбар Спирит Эмирана. То есть два основных персонажа, которые в лейте будут тащить. И пока не особо хорошая ситуация для MVP. Но опять же, такое впечатление складывается, что они все контролируют. У Войда скоро будет БКБ. И пока ситуация... Не совсем выходит из-под контроля. Но если Войд расфармится, мне кажется, тут даже рядом не стоял этот Амбар Спирит. Так. Шейкерочек, шейкерок. Может тоже появится какой-то даггер. Какой-то даггер. Здесь уже почти барабаны. Ну, точнее они уже есть. Нужно принести. Штука 200 голды. А Войд... А Войд чего-то ждет. Мирану, по идее, он может убить за хроносферу. Только почему ему Мом не долетел? А, ну точно. Он же, помните, тогда-то Мом тащил под Тауэр, и Курьера-то убили. Только сейчас он забирает этот Мом. Не дождался он в прошлый раз его. Так, ну и побежал фармить. Мидас на 21-й минуте. Вот это прикол. 21-я минута. ПТ, Аквила, Брасер и Мидас. Ого. МВП собираются, походу, затягивать эту игру... Минут так еще на 40. Магнус делает БКБ. Какие-то, на самом деле, айтемы немного странноватые. Вот, реально, второй БФ, это лишнее. Здесь был бы, прямо сейчас, Кристаллис. Арканы, вообще-то, непонятно, там, зачем нужны тоже. Он... Посмотрите, он фулл мана у него. Он вообще не тратит эту ману свою. Куда ему столько? Тиммейт там разве что арканчиками лишнее. Ладно, неважно. Пока, пока, пока игра более-менее ровная. Графики нам говорят о том, что преимущество небольшое есть, но оно реально небольшое. На 22-й минуте там копеечки какие-то. Дум повесил свою ульту. И пока Эмбер Спирит вне файта, РП получилось такое себе. И Батрайдер, вот он под хроносферой находится, но Фаерфлай жжет всех. И в итоге, тупо все сгорели из-за хроносферы, которая не позволяла ничего сделать этому Батрайдеру, и никто не мог сдвинуться. Вот она, шикарная хроносфера, после которой МВП вчетвером сидят в таверне, и один Эмбер Спирит жив. Вот, 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 вот. РРК показывают хорошую игру. Ломают Т2 тавер. Эмбер Спириту на самом деле опасно даже прыжки вот эти делать. Батрайдер эту мульту же скоро откатит. Ну, наверное, есть тайминг. В любом случае. Эмберация. Да нафиг на это. Пролетел мимо регенерации, вообще забил на нее. Оставляет, что ли? А, да, так и есть. Оставляет Думрингер, у него нет маны. Полетел Айс Бласт. Мирана может опять отъехать. Так. Айс Бласт. Ну же, шик, протюнишь. А, у него Фа... Да что они так торопятся-то вечно? Что ж то одни, то другие. Подожди чуть-чуть, пока Батрайдер... Он спугнул Мирану. Мирана настолько шугливая, что фулл хп, фулл мп. Ну и куда ты бежишь, подруга? Вот, куда ты и бежишь. Ну слава тебе, господи, хотя бы не на фонтан. Я уже думал, что он пойдет на фонтан свои 20 маны регенить. Эмбер Спирит почти второй БФ. Пеншентов не стесняется фармить. У Войда БКБхи пока нет. Или это не БКБхи? А, вот так вот. Это хитрый подлый ход. Он взял себе Огрклапп. И я думал, что это будет БКБ. А он собирается делать Аганим. Вот так вот. Какой хитрец. Пошел в магаз. Продает стики. Тащит себе Point Booster. И у него есть еще полторы тысячи сверху. То есть до Аганима осталось буквально копейки. Подрубает МОМ. Ускоряется. Быстрей-быстрей. На крипов рашит. Подрубается Мираны в никуда. Просто так. Я не знаю, не скликнула по ходу Мирана. Фармит ПК Нейтралов. Медосянский союзает. Дымает какие-то деньги. Но я смотрю, Войт особо без Медаса не тужит. Ему и так норм фармится. Осталось два хрипа буквально добить. Но пока что-то... Войт не может это осилить. Побежали ломать Тауэр. Liquid Fire Prom Action. Бам. Да уж. Пришел, забрал Тауэр. Хорошо, Закира. Но надо было, конечно, Эмбер Спирит этот Тауэр забирать. У него очень много урона. Он подошел, дал одну тычку и забрал бы... Получил 500 голды. Тут мы видим уже второй БФ появляется. И в общей сложности урона там под... 250... Что это получается? 256. Ничего себе. 256 урона на 26-й минуте. При этом сплэш... 120%. Охренеть. Так, вытянули Миран. Умирана у нас вообще 1-6. Это... Все. Это провал полнейший. Магнус юзает. Довольно неплохой РП. Но тут Войт. Ай-яй-яй. Войта цепанули. Хроносферу-то поставил на хорошую. Но его цепанули. Шейкер врывается. Даже без даггера умудрился выписать неплохой эхо-слэм. И в итоге минус 4. MVP терпит крушение под собственным Т2 Тауэром. При том, что Т1 Тауэр только что упал. Так вот. Я наезжал на пик команды РРК. А в итоге оказалось, они сделали все грамотно. Потому что MVP Феникс не видят. Они не видят реально того, что у РРК очень слабый пик в начале игры. Он очень жадный. Думбрингер он вообще никакой герой поначалу. Он только ест крипов и все. Бэтрайдеру там тоже поначалу надо как-то даггерсы фармить. Но он в итоге стоял против Эмбера. Который, ну, тупо умер. И-то причем не один раз. Трипла снизу тоже ничего не смогла сделать Войду. Я не знаю каким образом. Бэйн, Джакира и Мирана. Три рейнджевых героя. Не смогли отмудохать одного милишника. Одного задрыпанного милишника. Вот честно. Вот сейчас я немного в шоке. Как эти три героя могли его не загнобить? Он должен был со своей линии выйти с тапком на десятой. А у него, вы сами видите, что за это Эмба. Ну, в общем говоря, все, по-моему, здесь понятно. МВП должны делать выводы из таких игр. Либо ты играешь более агрессивно и реализуешь свое преимущество. Но для начала нужно видеть это преимущество. А потом его уже реализовывать. Судя по всему, МВП этого преимущества не видит. Иначе я объяснить не могу эту ситуацию, которая сложилась. Потом, конечно, да. Когда Doom получает ульт, аппарат получает ульт, там батрайдеры всякие и так далее. То пик очень сильный. Но они умудрились доминировать, начать доминацию свою в начале игры. Вот это уже, конечно, не лучшее. Так, что-то все понавылетали. Ember Spirit вылетел. Аппарат. Тут 11-й левел. 3200. 15-й. Так, камбэкнуться здесь будет очень сложно. Не знаю, шанс на камбэк крайне мал. Вообще он есть. Потому что Магнус бахнет один раз ульту. Ember Spirit пройдется по всем. И это минус 5. Но не очень верится. Потому что показывают РРК грамотную доту. Рассредоточенно стоят. И практически не подставляются. А Войт выжидает удобный момент. И врывается, ставит хорошую хорносферу. Так, все вроде ready. Нет, не все. 7-3-5-0. Да, что-то Ember Spirit покидает нас. Ну, если посмотреть на айтемы. Тут уже у Мираны 2000 голды есть. А на рано или поздно себе что-то купит. Хоть что-то. То ПТ и Мидас это совсем мало. Джакира. Аркану. Ну, а что? Почему бы нет? Почему бы не на Джакира? Вообще на многих героев бы делали Аркану. Что на одну Джакира? На СФ, на, не знаю, там, Мирану можно даже Аркану сделать. На Джиггернаута. Вообще вот этот Шейкер, это сет от Хиге. Как по мне, этот сет должен быть Арканой. Но он реально Шейкера очень крутым делает. Прям очень крутым делает Шейкера. Легендарный тотем. Так, ну все готовы. Главное, паузу никто не снимает. Смолки. РРК не сидят на месте. Постоянно делают какую-то движуху. Имеют преимущество. И пытаются это преимущество только-только наращивать. Летит под Firefly, амбатрайдер. Но он тут, как мы видим, никого не найдет. Почуяли неладное. Не знаю, каким образом. Но вот каким-то образом почуяли. Реально, а как они за доджили этот ганг? Каким образом? Увидели то, что на карте никого нет? И поэтому? Потому что реально сейчас вот этот додж ганга был очень серьезный. Такое ощущение, что где-то поступила инфа. Мы моментально отступили. Полторы тысячи уэмбера. Но теперь-то он точно будет какую-то биггалу сделать. Куда ему еще БФы? Надо купить себе, короче, пять БФов. И Эмпауэр на него повесить. Те юниты, которых он будет бить, они будут жить. А те юниты, которые будут стоять рядом, умрут в мгновение. Алибарда появилась. Это контракт для Эмбер Спирита. Эмбер Спирита теперь не только Думом контрят, еще и Алибардой. Он не сможет своими фистами ничего сделать. Вот же ж незадача. А у Войда с аганимом хроносфера там такая долгая. И каждый раз так получается, что... Я не знаю, то ли специально, то ли просто так совпадает. Бэтрайдер летает фаерфлаем. Все встают на этот фаерфлай и Войд ставит хроносферу. И вот тупо 5 секунд под хроносферой горят вот эти герои 80 дэмэджа в секунду. Я же не говорю о том, что там еще, наверное, какие-то стаки масел есть. Так, ну в Думрингер пока ничего нового, понятное дело, нет. С исключением этой Алибарды. Я, честно, даже не знаю сейчас, как должны действовать MVP. Они действовать должны более грамотно. Вот под хроносферу в пятером главное не попадать. К ней это любят делать. И Миране нужно уже быть полезной. Потому что 1-6-3 у них самый, наверное, самый бесполезный юнит это Мирана. Она вообще ничего не сделала. Заяц инвиз. Так. Всем дэмэдж. Почти всем. Бэтрайдеру дэмэдж повесили. На Войда не попало. Одному потратил, повесил. И себе. Хорош. Это сейчас очень интересно. Наглый мув. Достаточно. Войда ДПС не такой сильный. Там волка съел. Поэтому Аура хоть какой-то урон прибавляет. Бэт здесь. Эмбар. Войд прыгает. Ой-ой-ой-ой-ой. Шейкер ворвался. Войд сверху. И просто-напросто двух саппортов разорвали на части. И как теперь драться? Драться теперь совсем не вариант. Эмбар спирит уходит. Да. Понимает, что ловить нечего. Максимум, что они могут сделать, это нафигики проиграть сейчас. Придется отдавать Аегис. Войда теперь будут руки совсем развязаны. Будет совсем наглядеть. Выпрыгивает. Повесили дум на Магнуса. И его не отпускают. Ошибаются МВП раз за разом. Войда уже хроносфера откатила. Там Эмбару надо быть осторожным. О, в тупую ставь хроносферу, ну. Не? Ставил. Аска, вот она и хроносфера. Да, именно этого Войда ждал. Как только подставляется, сразу ловит, убивает. Побежали еще за Джакира. Разрывают и Джакира на части. Очень легкая получилась карта. Банки. Я не знаю, что хотел здесь сделать Бэйн. Но он решил один на пятерых пойти и бахнуть свою ульту. В итоге бахнули его. Под Т4 ТВ раме уже бегает Войда. Срабатывает вообще на все подряд. У него пассивка. Братья, он еще ушел. Да ладно. Даже Аегис не потерял. Невероятно. На эту пассивку надо какой-то лимит поставить. Знаете, типа пять раз сработал и больше не работает. У Войда, по-моему, он сейчас сработал раз десять. Ну что? Ну вроде как... Вроде как все. Все вроде как сказано. Но при этом надо в любом случае додавить. Хоть и преимущество есть. Вроде бы герои сильнее в лейте. Но не все так просто. Хекс появляется у Батрайдера. Хорош. Теперь у Эмбар Спирита шансов еще меньше что-либо сделать в этом файте. Он мало того, что во всех файтах под Думом. А если не под Думом, то под Хроносферой. И для него и то, и то смертельно. Что? Последний финальный пуш. Ну, ладно, ладно, давайте не будем хоронить раньше времени МВП. Сейчас они вот как дадут жару. Сейчас как будет в пятерых реверс полярити. Так, Батрайдер кого-то там вытянул. Вытянул Эмбара. Это, кстати, еще один герой, который очень-очень неприятен. Эмбар Спириту. Вот он, вот он, Магнус. Юзает хороший РП. Вытягивает из Хроносферы Войда. Разрывает его на части. Пока размен 2 в 1. Плюс Аегис еще вытянули из Войда. Но Войду чихать. Он пошел вперед под Ликитфаером. Атак спит. У него все равно высокие ребята. Там бараки надо ломать. Даже Т3 Тауэр не сломан. А они лезут под фонтан. Очень лютые ребята. Это случайно не наши какие-то европейские дотеры? Потому что что-то как-то не совсем похоже это на какую-то другую доту. Этот чувак такое ощущение, что был на курорте. А не на фонтане у противника. Ломают Т3. И ломают бараки. Байбекается Джекира. Ароу уходит никуда. Ну, фениксы не сдаются. Пока бараки целы, сдаваться не хотят у Бэтрайдера. Бэтрайдер откатил ультимейт. У него еще и Хекс откатил. Сейчас надо и то, и то юзать. Ну, иди сюда, родной. Хекс. Тебя в ульту. Еще Форс есть. Джекира не попадает ничем. И его сжигает Форс. Еще имеется у Бэтрайдера. Вот он потратил. Джекира тоже с Форсом. Оп. Оп. Хе-хе-хе. Да, да, да. Войт у нас уже веселится вовсю. Бараки в миду сломаны. MVP, я думаю, тоже сломаны. Но не сдаются. Почему? Это уже вопрос. На что они надеются? У Войта 6000. Он сейчас сходу Баттерфрессия может взять. Я даже не знаю. В принципе, ему любое это можно взять сходу. Эмбер с Процфордом. Сурово. Сурово. На Нифу, по-моему, хорносферу тратить вообще должно быть стыдно. Бедная Мирана. 1-9. Но тут уж, конечно, ничего не добавить. Мирана вообще просто полная бесполезность. Мне его даже жаль. Ну, настолько жестко встревать, его больше убили, чем Бейна. При том, что это вроде как Мирана. У него там эскейп-обилки есть. Но они ее не спасают. Эмбер доделал кристаллис. Так. Не, я бы не сказал, что РР перепикали эффекты. Моё мнение, у МВП пик в разы лучше, чем у РР. Единственная проблема, единственная проблема, это то, что кто-то просто криво играет. Не буду показывать пальца. 1-9 на Миране. Это надо умудриться. Ароу. Попадает в Дума. Думбрингер толстый. Ну, продамажили, окей. Убить-то не удается. Магнус не стал привозить. Так, повесили на Дума Мелнир. И Войд готовится к врыву. Войду, по факту, не обязательно ульту там какую-то суперкрутую выдавать. И вон, Баттергай уже появился. Ему достаточно просто бахнуть ульту хотя бы там в одного Эмбера. Убить его. Или в одного Магнуса убить его. А остальное сделают тиммейты. То есть, очень приятно Войду. Основная ударная сила. Не только на нем держится. Все тиммейты что-то делают. Он шейкер сейчас вверх порвется. Так. Думбрингер повесил в дуну Магнуса. Двоих связывают. Войд. Хорносферу. Ставит на одного героя. Я же говорю, вообще можно не напрягаться. Или все-таки не стоит совсем расслабляться-то. Посмотрите, как много урона-то обрушилось. Магнус. Ой-ой-ой. Шейкер. Помочь надо. Он просто в соло врывается. В троих делает килл. И уходит еще. О. Отличное РП. Это называется. Земля, заткнись. Заморозочка. Стар Штарм. Ирана. Там просто в бой. За всю боль надо мстить. А ровно никуда. Чисто контрольный был по трупу. Ну вот. РР начинают видеть. Казалось бы, это квалификация на The International. Команды не должны так играть. А РРК. Чиданули. И это явно не то, что следует делать. Тут еще целлайн. Сломан только один мид. Куда вы, ребят? Вы чего? Что с вами? Линген появился. Миран. И боже ж ты мой. Ну. Хотя бы будет вешать на Эмбера. Я надеюсь. Потому что на себе Линген оставлять точно не варик. Просто там такое дело. Хреносфера есть. И не очень Линген спасает против нее. Лингена довешать либо на Магнуса. Либо на Эмбера. Потому что цеплять будут либо того, либо другого. Ультимейт Мирана. Войд пытается убить Рошина. Ару. Ну. Войд это все дело видел. И как мы можем наблюдать. Не особо напрягается. Ого. Да. Развели на иллюзию. Он что не видел, что там две иллюзии. Когда Ару улетел. Походу он не видел. Шейкер ловит стрелом. Найтмар. Рошана. От Рошана отстали. Он доволен. ТП аут. Думбрингер никого не цепнул. Езайца хроносфера. В одного героя. Да пофигу. Мирана сама запрыгнула в хроносферу. Просто МВП этой встречи. Однозначно. Шоквейф уже ничего не дам. Магнус в принципе делает все. Вот вы видите да. Он вроде как бы свою миссию выполняет. А когда твоя Мирана прыгает сама в хроносферу. То тут уже добавить просто нечего. ГГГ. Просто ГГГ. Развалили в салатину. РК. Просто в салатину. Так ну что. У нас следующий матч будет значит. Сейчас скажу какой. Оп. А не надо еще. Еще поставить. Во. XCTN будут играть против FD. Я пока врываюсь в лобби. Небольшая пауза. Карта начнется в 8.40 по Цету. Это означает что она начнется. Она должна начаться уже грубо говоря сейчас. Судя по всему. То есть пауза будет минимальная. Никуда не разбегайтесь. Я сейчас уже думаю даже никуда идти не буду. Так как. Так как тут уже команды готовы. И осталось просто стартануть. Так. Ну все. Пока небольшой перерывчик. Чуть-чуть музыки. Вернусь к вам совсем скоро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...